Ибрагим и Сюрфан любили друг друга еще со школьной скамьи и в начале 2020 года сыграли свадьбу. Несколько месяцев семейного счастья, радостная новость, у них родится сын, планы на будущее. Ибрагим очень любил семью, но еще больше родину. Гусейнлы Ибрагим Исауглы родился 30 мая 1992 года в селе Гоинбенесе Евлахского района. После школы в 2010 году был призван в ряды вооруженных сил Азербайджана. С детства у него был интерес к военной службе и в то же время стремление помогать и даже спасать людей. Близкие и друзья вспоминают, что Ибрагим всегда был первым, кто приходил на помощь. Окончив медицинские курсы с апреля 2014 года, он стал работать медбратом в военской военной части Менгечевира, а потом перевелся в Тер-Тер. За добросовестную службу Ибрагим неоднократно был отмечен дипломами командования. Особенно он проявил себя во время апрельских событий 2016 года, когда спас множество солдат и офицеров. С начала Второй Карабахской отечественной войны Ибраим Гусейн был на передовой боевых действий, находясь непосредственно в самых горячих точках. Ибрагим неоднократно спасал боевых товарищей, рискуя собственной жизнью. Более того, с автоматом в руках сам вступал в бой с оккупантами, когда они предпринимали попытки добить наших раненых бойцов или взять их в плен. Он спасал и воевал. В одном из таких боев 19 октября на Физуле-Хаджавенском направлении Ибрагим стал шехидом. А через два месяца у него родился сын Али Туран. В день выписки ребенка к зданию родильного дома перешли боевые товарищи Ибрагима. Уходя на фронт, он сказал, что хочет, чтобы его сын и все дети в Азербайджане росли под мирным небом. Отец хотел, чтобы сын стал разведчиком. За героизм во время Второй Карабахской Отечественной войны 28-летний младший сержант Ибрагим Гусейнлы был посмертно удостоен медалей Вятанурунда за отчизну и за освобождение Хаджавента. Вечная память, вечная слава героям Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиф подписал в понедельник указ об учреждении юридического лица публичного права Фонд Возрождения Карабаха. Согласно указу, с целью обеспечения достойной жизни на освобожденных от оккупации территориях, проведения строительно-реставрационных и благоустроительных работ во всех сферах, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния, создано публичное юридическое лицо Фонд Возрождения Карабаха. Общее руководство и контроль над деятельностью фонда будет осуществлять наблюдательный совет. Текущее руководство фонда возложено направлением в составе трех членов – председателя и двух его заместителей. Средства фонда формируются за счет следующих источников – пожертвования физических и юридических лиц, гранты, другие источники, не запрещенные законом. До госрегистрации эти средства могут быть аккумулированы на специальных казначейских и банковских счетах фонда. Президент Ильхам Алиев также утвердил состав наблюдательного совета фонда Возрождения Карабаха. В него вошли министр экономики Микаэл Джабаров, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель общественного объединения Азербайджанская община Нагорного Карабаха, депутат Милимедлиса Турал Гянджалиев, депутат Милимедлиса Фатма Илдарым, ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбели, ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла и народный артист Азербайджана Алим Гасымов. С Первой Карабахской войны без вести пропали 3890 граждан Азербайджана. Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сказал руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Исмаила Хундов. Он отметил, что, несмотря на то, что свидетельскими показаниями было подтверждено, что 872 человека были взяты в заложники или в плен, армяне опровергли эти факты. Мы неоднократно обращались в соответствующие структуры Армении посредством международных организаций, однако они отрицают наличие пленных и заложников со времен Первой Карабахской войны, отметил Исмаил Ахундов. Я до сих пор помню все, что вытворялись нами врачи, когда мы попали в плен. Это невозможно забыть. Об этом на проведенной сегодня пресс-конференции сказал освобожденный из армянского плена военнослужащий Анар Алиев. Он сообщил, что во время пребывания в больнице в Армении врачи подвергали его бесчеловечным пыткам. «Я получил пулевое ранение в грудь 9 ноября. От 10-го был взят в плен. Больше военных нас пытали армянские врачи. Они били нас и жгли нам руки. Я оставался в больнице в Ереване 12 дней, в течение которых меня подвергали жестоким пыткам. 14 декабря нам завязали глаза и посадили на самолет, где мы встретили находившихся долгое время в армянском плену Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Я радовался их освобождению больше, чем своему», – отметил Анар Алиев. По словам бывшего военнопленного Умара Алик-1, будучи раненым, его держали в двух кандалах. «Они тыкали меня пальцами в рану, чтобы я повторял то, что они говорят. Если мы не повторяли, то нас подвергали еще более чудовищным пыткам. Они били нас по ранам. От боли мы теряли сознание. Они старались повредить наши внутренние органы. Я ослеп на один глаз. Они угрожали мне, требуя, чтобы я повторил то, что они говорят. Говорили, что иначе выколют мне и другой глаз. Их медсестры умышленно по 15-20 раз вводили иглу в одну и ту же вену, чтобы мучить нас. Врачи вводили нам спирт в кожу шприцем. Они получали удовольствие, когда мы кричали. Потом мы перестали кричать. Но в тюрьме нас мало пытали. Им было дано такое указание», – отметил Омар Алик-1. Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достойный этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Об этом, как передает канал 13, сказал президент Ильхам Алиев во время приема Анары Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры. Отметив, что работам по восстановлению Шуши уже дан старт, глава государства сказал, «Должна быть проведена ревизия жилого фонда исторических памятников, точно посчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки, первоначально исторический облик Шуши должен быть восстановлен». Российские военные следователи запросили у азербайджанских коллег помощь в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Интерфакт со ссылкой на источник сообщает, что в ходе расследования возникла необходимость в проведении ряда следственных действий, в частности, уточнение личности ряда подозреваемых, а также некоторых обстоятельств данного происшествия. В этой связи в Азербайджан направлен запрос об оказании международно-правовой помощи, сказал собеседник агентства, добавив, что вопрос о предъявлении обвинения в убийстве российских военных пилотов будет решен только после получения соответствующих материалов. Поскольку речь идет об иностранных гражданах, которые не могут быть выданы, российская сторона, скорее всего, направит материал следствия в Баку для привлечения к ответственности виновных, пояснил источник. Напомним, что 9 ноября 2020 года в 18.30 на Нахчеванском участке Азербайджана-Армянской государственной границы был сбит военный вертолет МИ-24 Российской Федерации. Азербайджанская сторона принесла извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны. Азербайджанская сторона также выразила искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана и Министерства по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийной бедствии России начали совместные подготовительные курсы в Агдаме. Учения продлятся 45 дней. Участники тренинга освоят рельеф местности, подлежащий разминированию, ознакомятся с принципом работы роботы для разминирования и другого технического оборудования. Начальник Центра по проведению спасательных операций особого ЛИСКО «Лидер» генерал-майор Анатолий Савин сообщил, что накануне особая группа МЧС России по очистке от мин и неразрывавшихся боеприпасов прибыла на территории, переданной согласно трехстороннему соглашению азербайджанской стороне. Он также отметил, что личный состав прибыл в Азербайджан приблизительно на три месяца. Если будет необходимость и будет принято решение, будем продлевать, сказал Савин. Более 600 журналистов из 59 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом за последние 10 месяцев. Об этом, как передает канал 13, сообщила во вторник в Женеве неправительственная организация Press Emblem Campaign. Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку, 303 указывает ПЭК. Далее следует Азия 145, Европа 94, Северная Америка 32 и Африка 28. Как подчеркивает ПЭК, Перу остается страной с самой высокой смертностью. С марта там умерли 93 сотрудника прессы. На втором месте Бразилия, 55 человек. В Индии зарегистрированы 53 смерти, в Мексике – 45, в Эквадоре – 42, в Бангладеш – 41, в Италии – 37, в США – 31, в Пакистане – 22, в Турции – 17, в Великобритании – 13, в Панаме – 11, в Боливии – 9 человек. Президент Армении Армен Саркисян в Лондоне заразился коронавирусом. Согласно сообщению пресс-службы президента Армении, Саркисян проводил Новый год в Лондоне, где 3 января он перенес операцию на ноге. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции. Пройденный МТС дал положительный результат, говорится в сообщении пресс-службы. Согласно информации, Саркисян временно продолжит исполнять свои обязанности в удаленном режиме.